Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте! Начнем с некоторых тем, которые подготовили мои коллеги. Темно, скользко и небезопасно, что поможет избежать происшествий на виражах по осенним дорогам. Воспитатель-плотник-экскурсовод, специальности в которых пробуют себя школьники. Расскажем об одном дне профессиональных тестов. Юно-армейцы пишут письма бойцам на фронт. Архангельск присоединился к общероссийской акции «Новый год вместе». С наступлением темного времени года дорожное движение стало опаснее для всех его участников. Пешеходов на дороге не видно, а водителей подводит скользкая трасса и отсутствие освещения на некоторых ее участках. О том, как себя обезопасить, расскажем в сюжете. Динамика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов не обнадеживает с сентября по ноябрь и самих ДТП и пострадавших в них больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда пострадали 20 человек, 5 из них дети. Этой осенью уже 24,7 детей. Самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит в утреннее время, в утренние часы пик, когда все люди спешат на работу, и в вечернее время. Там интервал несколько затягивается. Это получается с 5 до 9 часов вечера. Пересекая дорогу, по нерегулируемому переходу можно включить фонарик на телефоне. А лучше заранее прикрепить на одежду фликер, светоотражающий значок. Если мы хотим, чтобы светоотражатель действительно пропадал в свет фар, он в первую очередь должен быть по бокам, слева и справа. Это районы запястья, это локтевые, плечевые суставы, это могут быть карманы у куртки, колени, голеностоп. Правила дорожного движения необходимо знать с малых лет. Юные архангелогородцы изучают их на занятиях в госавтоинспекции. В игровом формате специалисты объясняют малышам, как переходить дорогу, насколько важно быть особенно внимательным в темное время суток и в гололед. Когда дорога скользкая, вот такую большую, тяжелую и быструю машину остановить получится? Нет. Нет, конечно. Я прихожу сюда учиться правилам дорожного движения, чтобы меня машина не сбила и чтобы я не пострадала. Дорогу я перехожу по пешеходному переходу. Уроки в госавтоинспекции проходят в течение всего года. Но, безусловно, главным навыком безопасного поведения на дорогах дети должны учиться у родителей. Александр Богданович, Виктория Воронцова, Александр Кузнецов, Евгений Зыков. Регион 29. Воспитатель, плотник и экскурсовод. В таких специальностях попробовали себя школьники. В педагогическом колледже проходят профессиональные пробы по проекту «Билет в будущее». Об одном его дне расскажет Лидия Папуш. Задание у этой группы – научиться проводить утреннюю гимнастику для детей. Параллельно в других кабинетах идут занятия по специальностям плотник и экскурсовод. Всего сегодня на мастер-классах 45 человек. К нам приезжают школьники из города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и из Архангельской области. Вот сегодня у нас ребята из школы номер 9 и из Устьянского района. На обучение в Архангельск приехал весь психолого-педагогический класс Устьянского района. Программа обширная. Сегодня у ребят профессиональные пробы. Завтра они станут студентами на один день. Это можно сравнить с триггером, который движет нас, знаете, из обычной школьной жизни в новое пространство, в новое профессиональное сообщество даже, или в новые профессиональные какие-то возможности. Мне очень сильно понравилась вот эта поездка в Архангельск, на эти пробы, которые у нас сейчас проходят. Здесь очень интересно, познавательно. Помимо профессиональных проб, профориентация включает в себя специальное тестирование. В результате индивидуальные рекомендации, которые показывают подростку, какая профессия ему подходит. Профориентация доступна всем школьникам с 6 по 11 класс. Могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них есть отдельная линейка реализации мероприятий в рамках проекта. Это и отдельная диагностика, это и отдельные профессиональные пробы. Архангельская область участвует в этом проекте уже несколько лет. И список пробных профессий пополняется. Вот в этом году у нас уже 23 профессии. Вот именно на профессиональные пробы ребята могут прийти. У нас задействовано 10 техникумов и колледжей. Ну и примерно 1200 ребят могут проверить себя. Профориентация школьников проходит до 25 ноября по национальному проекту образования. Лидия Папуш, Валерия Державина, Светлана Михеевская, регион 29. Архангельск присоединился к общероссийской акции «Юнармия. Новый год вместе». Курсанты ВПК «Орден» пишут письма солдатам, которые несут службу в зоне спецоперации. Ангелина Парфенова продолжит. Становись! Еще недавно Дарья была курсантом, а сегодня сама выступает в роли инструктора. Тоже много раз в таком участвовали, только не на спецоперации. Писали тоже и письма призывникам, что-нибудь такое. И сейчас прохожу это снова, только уже как инструктора и детей. Это нравится им, занимаются, рисуют. Задание для ребят и правда интересное. На распечатанных открытках нужно раскрасить елочку. И это будет их подарком солдатам к Новому году. Никаких критериев нет. Полная свобода творчества. Я решила рисовать, украсть все звездами и флагами России, чтобы поднять веру в победу. Желаю солдатам там всего хорошего в службе и чтобы у них всегда все получалось. Самая главная и трогательная часть общероссийской акции «Новый год вместе» – письма. В военно-патриотическом клубе «Орден» их напишут более 120 курсантов, возраст которых от 7 до 18 лет. Я хочу, чтобы вы, солдаты, вернулись в победы и жили, и жили еще очень долго, и не падали духом. В акции «Новый год вместе» поучаствовали уже три учебных группы ВПК «Орден», а уже на следующей неделе слова поддержки напишут еще 7 групп. Каждому солдату, находящемуся в месте проведения специальной военной операции, не хватает дома в любом случае. И дети, они со своей непосредственностью, со своим умением излагать жизнь своими глазами, своим языком, очень часто подбадривают наших солдат. Письма направят в главный московский штаб юнармии. Акция «Письмо солдату» уже объединила более 400 тысяч юнармейцев со всей страны. Ангелина Парфенова, Валерия Державина, Светлана Михеевская, Регион 29. Итоги дня в 19 ровно. Не прощаюсь и жду вас.